Здравствуйте, уважаемые рыболовы. Изучая содержимое желудков у пойманных самов, рыболовы часто находят панцири раков. Это наводит на мысль, что такая приманка будет для рыбы настоящим лакомством. Самым сложным этапом при ловле с такой наживкой будет найти раков. Некоторые рыболовные магазины продают раков, а если купить нет возможности, то наживку с клешнями приходится добывать с помощью раколовок. Можно приспособить обычный подъемник для ловли малька, привязав в центре сетки аппетитную приманку, например, поджаренную на костре лягушку. Итак, в ловле на лягушку одна из самых популярных наживок на сама, цепляют ее за задние лапы на крючок сжалом вверх. Для того, чтобы наживка не очень активничала, можно использовать двойной крючок, посадив лягушку за обе ноги. Тогда она будет только ползать по дну, но ловить лягушек проще всего вечером, когда стемнеет. А для того, чтобы прыгучая не оказывала сопротивления, используйте следующий проверенный метод. Итак, найдя лягушку, на нее нужно навести луч фонарика, после чего лягушку можно брать рукой. А вот начинать ловлю сама донкой лучше всего с такой простой наживкой, как червь. Для этого пучок любых червей или выползков нанизывается на крупный крючок с длинным цевьем. Конечно, поймать трофейную рыбу вряд ли удастся, но познакомиться с повадками сама понучится. Донку можно оснастить двумя крючками, а для привлечения рыбы смонтировать кормушку. В качестве прикормки выступит смесь земли и нарубленных червей. Часто в прилове бывает такая рыба, как ясь, лещ и окунь. Так как сом является хищной рыбой, поймать его можно и на живца. Рыба разных размеров становится жертвой сама. Ловля на живца ведется ночью. Обычно бывают поклевки на половине установленных доночных снастей. В качестве живца подойдет любая рыба, пойманная днем. Наживлять на крючок рыбешку можно за губу или за спину. Следуйте советам и присылайте фотографии пойманных вами трофеев на почту, указанную в описании. Всем удачи!